Добрый вечер, уважаемые коллеги. Добрый вечер, Фарид Исмогилевич. Сегодня, как у нас принято, как говорится, весна, осень у нас. Братские встречи называются. Традиционные братские встречи. Фарид Исмогилевич, наш любимый, дорогой, глубоко уважаемый Фарид Исмогилевич, поддерживает наше заседание наших кардиологических обществ. Вот сегодня 16-я Байкальская конференция у нас проходит «Кардиология и комордидность 2024 года». Всех я приветствую. Очень рад опять очередной встрече. Я считал, что мы начали в 2008 году мероприятие. А вот судя по этой картинке, это мы снимали с этой стороны, братцы, получается, что мы с 2006 года. То есть скоро вообще 20 лет мы встречаемся, да. Вначале мы раз в год встречались, но потом, благодаря во многом нашей партнерской компании, мы практически сейчас два раза в год встречаемся, имеем возможность пообщаться. И это, я считаю, здорово. Тема сегодня традиционная, она посвящена кардиологии комордидности. Есть второе название у нас «Братские встречи». Оно нам очень нравится, поскольку тем очень много для обсуждения. В этот раз решили ограничить коронарную болезнь. Для кардиологов понятно почему, да. Это основная причина смерти людей. Это основное заболевание, с которым кардиологи работают. Постараюсь рассказать вам о новых исследованиях, которые вышли за последние полгода. Вот как мы встречались, да. И чтобы вы были в курсе последних веяний кардиологической науки и практики. И понимали, куда движется наука. И могли какие-то моменты применить в своей жизни. Тема во многом будет касаться коморбидности. Это вот коморбидный треугольник, который я придумал. Он мне очень нравится. Сочетанные заболевания – это группа соматических болезней. Это психические факторы. И отдельно в кардиологии это принято. Выделяются еще факторы высокого риска атеросклероза, с которыми проводятся мероприятия по первичной и вторичной профилактике. По каждому из разделов много лет я поддерживаю. Мы с крупнейшим нашим российским издательством ГАИТАР Медиа выпускаем и переиздаем эти книги. В этом году 12-е издание уже клинических рекомендаций по кардиологии коморбидным болезням вышло. И из последних работ, которые я бы хотел обратить внимание, вот эта очень сложная работа. К ней мы шли, наверное, больше 15 лет. Это клинические рекомендации российские по психическим расстройствам при сердечно-сосудистых заболеваниях. Это очень сложная работа, потому что она, с одной стороны, междисциплинарная, а с другой стороны, она касается душевной сферы. А, как известно, психиатры в целом категорически против, чтобы интернисты занимались диагностикой и лечением психических расстройств. Их можно понять, потому что интернисты, неврологи, реаниматологи, терапевты, они в целом-то не подготовлены для диагностики и ведения. И психиатры же это видят. Но, с другой стороны, почему удалось их все-таки сподвигнуть на совместные рекомендации, потому что реалии-то какие? 9 человек из 10 с психическими расстройствами к психиатру-то не идут. Ведь правда? С одной стороны. И, с другой стороны, психиатры, да, они свое-то заболевание знают, но вот как их вести у пациентов с инфарктом миокарда или с сердечной недостаточностью, они не в курсе в основном. А психотропные препараты, как известно, могут вызвать ряд проблем, включая внезапную смерть. И поэтому удалось все-таки найти консенсус. И сейчас мы вышли фактически на финишную прямую. Ну, рекомендации уже в финальном варианте находятся на рассмотрении с одной стороны в российском кардиологическом обществе и с другой стороны в российском обществе психиатров. Поскольку здесь участвовали почти все ведущие специалисты и со стороны психиатров очень авторитетные люди, каких-то сомнений у нас нет, что они будут в этом году утверждены. И мы надеемся, что осенью в российском кардиологическом журнале уже российские рекомендации совместно будут опубликованы. Ну, кто на кардиосайт заходит, можете скачать, посмотреть, почитать. Финальный вариант будет с небольшими добавлениями. Фактически в таком же виде мы его и опубликуем. Но я не буду сегодня касаться этой проблемы. Она сложная и она отдельная. Ну, вот здесь вы видите слева, собственно говоря, структуру. Самое сложное в написании любых документов – это структура. Если вы структуру правильно продумали, все остальное техническое дело, там, наполнение и так далее. И самая сложная была задача – это вот структура. Что мы выбрали? Мы выбрали основные расстройства, которые может вести интернизм. Тревожные, депрессивные, стрессовые, сейчас посттравматические стрессовые расстройства идут, как вы знаете, достаточно немало. Когнитивные расстройства. А из сердечных болезней мы взяли наиболее важные и распространенные. Это хроническая острая коронарная болезнь. Из аритмии сердца, фибрилляция предсердий и внезапная смерть. Артериальная гипертензия, само собой, и хроническая сердечная достаточность. А справа вы видите традиционную для российских рекомендаций табличку европейских. То есть это тезис, класс. То есть можно применять осторожно или не применять. И самое главное – вот этот уровень доказательности. Сложность рекомендаций – это сформулировать тезисы с классом и уровнем доказательности. И это очень непростое дело. И мы, конечно, много проблем испытали. Какое-то решение мы нашли. Вот здесь вы видите вот эти классы и степени доказательств для кардиологических рекомендаций европейского общества. Серое, вы видите, это класс С. Это крайне низкий уровень доказательств. Это либо мнение экспертов, либо очень ненадежные малые ретроспективные исследования. То есть наши знания строятся на чем? На достаточно ненадежном фундаменте. Во многом на мнении, на позиции групп определенных людей. В чем сложность еще? Так это же кардиологические рекомендации. А в психосоматике вот этот класс С еще намного-намного больше представлен. И вот эта зыбкость и неточность знаний, она, конечно, вызывает определенные проблемы, когда мы в практической жизни решаем те или иные задачи. На этот слайд я тоже бы хотел обратить внимание, потому что он ключевой в работе с пациентом. Решения должны приниматься совместно. Если решение принимает врач, с очень высокой степенью вероятности, многие его рекомендации выполняются просто не было. По многим соображениям. Поэтому я в своей практике, конечно, это основное, стараюсь найти совместные решения, которые бы, с одной стороны, помогали пациенту дольше жить и качественнее жить, и, с другой стороны, были выполнимы пациентом. И он согласился бы выполнять эти рекомендации, потому что там есть очень много особенностей. Предпочтение пациентов, финансовые какие-то особенности и так далее. Поэтому нужно всегда находить консенсус. Это вот так называется распределенное принятие решений. Это касается, допустим, инвазивных вмешательств. Как правило, собирается вся семья, и мы сидим взвешиваем за и против. Что мы выиграем, в чем мы проиграем. А порог принятия решений, он разный просто. Для некоторых смертность один на 10 тысяч неприемлема, а другой спокойно идет на 30-процентную смертность переоперационную. Разные люди просто. И видите, что является наиболее проблемным совместным принятием решений? Недостаток знаний у пациента, в первую очередь. Дефицит информации или неточность информации, подчеркнутая из интернета. И малая роль пациента, потому что его, собственно, игнорируют в принятии решений, как правило. Вот в чем проблема. Ну а вот здесь, справа в углу, мой кабинет. Раньше там доска была, я там рисовал им, откуда что идет. Ну сейчас здесь появился у меня второй монитор, вот здесь вот. И там картинки уже я показываю на мониторе. Я объясняю пациенту. Здесь вот еще ряд стульев. Здесь часто сидит семья или жена там, или близкие. И вот мы вместе обсуждаем принятие решений по тем или иным медицинским проблемам. И, конечно, важно еще в чем. Это снижает конфликты. Совместно же приняли решение. Поэтому все последующие негативные течения заболеваний, лекарственные, хирургические, они уже воспринимаются не так остро. Меньше жалоб, меньше обращений к юристам, допустим. Ну и, само собой, совместное решение повышает и приверженность, и эффективность лечения как таковой. И поскольку мы встречаемся и проводим мероприятия с нашими партнерами, этот слайд мы всегда демонстрируем, разные исследования просто, в данном случае, как финансируют в Японии фармацевтические компании, профессиональное общество. Видите, на первом месте гематологи, там 12 миллионов долларов они ежегодно отчисляют туда, а второе – это общество кардиологическое. Ну вот они там где-то около 10 миллионов. Почему этот слайд важен? Потому что здесь же ведь тоже присутствует конфликт интересов, правда? И вы должны его учитывать, потому что информация может вследствие конфликта интересов быть в определенной степени неточной, как бы я ни старался сделать ее максимально объективной. Здесь мы стараемся на заседаниях кардиологического общества максимально минимизировать конфликт интересов, максимально. Не все лекции, не все конференции вот таким образом относятся к информации, к сожалению. И это порождает недоверие у врачей. Если вы представили необъективную информацию, то всей информации, представленной лектору, в принципе, уже доверять в полном объеме нельзя. Это очень сложная проблема. Что касается коронарной болезни, это в мире, это итальянский регион, это зона Средиземноморская. Это постепенно-постепенно смертность от коронарной болезни падает, конечно, да? И у нас такая же тенденция наблюдает. А вот от чего чаще всего погибают пациенты с хронической коронарной болезнью? Нет коронарной недостаточности. Вы видите, что одной из основных причин смертей является сердечные недостаточности, госпитализации с ней связанные, то есть исход, осложнение коронарной болезни. И хотя кровотечений мало, но в структуре смертности они занимают второе место – кровотечение. Мы-то их не видим, потому что они с кровотечениями в кардиологию же не влажатся, правда? Правда. Но мы же назначаем антикоагулянты, несколько антиагрегантов и так далее. Это же наша работа. Поэтому надо очень бережно относиться к вот этому негативному эффекту антитромботической терапии. Кардиологи и мы в свое время обсуждали с вами определенную сдержанность в отношении стресса КГ. Что говорили, да, этот тест, он не очень надежный, и надо обязательно визуальный тест делать, особенно он ненадежный у женщин, потому что он ложноположительный, да? То есть мы же видели депрессию СТ, на коронарографию направляем, а стеноза-то нет. Но так ли верны были утверждения эти? Оказывается, нет. Ведь в последние годы выяснилось, что почти половина женщин климактерического периода имеют микроваскулярную проблему. Это значит, стресс-теста показывал все правильно. Просто мы трактовали раньше коронарную болезнь как болезнь, связанную с большой бляшкой в крупном коронарном сосуде. А на самом-то деле это же не так. То есть он работает, и если мы там не находим большой бляшки, это, скорее всего, микроваскулярное заболевание. Это не ложноположительный диагноз. Это микроваскулярная коронарная болезнь, которая требует лечения соответствующим образом. И вот смотрите, стали сравнивать в ряде исследований стресса КГ сопоставима стресс-эхокардиографии. Мы были рады, что в Иркутском регионе впервые, это в Братске ведь стресс-эхо начали активно развивать, но в Иркутске тоже подтянулись. И у нас тоже сейчас стресс-эхо делается, но точность-то она близка. То есть сейчас наблюдается ренессанс стресса КГ. Она легко выполнима, она дешевая. Ее можно проще выполнить, чем стресс-эхо или тем более стресс-эхо. Не всем нужно стресс делать. Вот, например, была такая идея, что после коронарного вмешательства у пациентов с диабетом, которые с высоким риском, естественно, нужно на всякий случай сделать стресс. Провели, оказалось, что смысла нет делать, на прогноз не влияет. То есть лишний раз не надо нагружать, если мы не получим каких-то позитивных результатов в плане улучшения прогноза, корректировки лечения. Вот это тоже мы с вами обсуждали. Речь идет о претестовой вероятности, так называемой, чтобы уменьшить число пациентов на визуализацию коронарного русла. Потому что визуализация – это, с одной стороны, вроде польза, да, мы выявляем большие бляшки, но ведь часто выявление бляшек не влияет никак на прогноз при хронических формах. Раз. Второе. Примерно 10% повреждения почек идет у нас. А если там и диабет еще, допустим, тогда как? Тогда риски заметно возрастают. И, чтобы снизить, создавались такие таблицы, так называемые, претестовые вероятности. То есть если претестовая вероятность высокая, значит, скорее всего, там бляшка будет, поэтому можно провести ангиографию. Но это как-то не приживалось. Вот в России мы сколько бились-бились, народ как-то не считает. А в Европе это принято. Эти таблицы, они вообще-то для европейской популяции, они не для нашей. У нас риски-то выше. Врачи еще ведь почему их не использовали? Потому что они видят, что с практикой они немножко расходятся. Они для России-то не создавались, и ни нашей популяции они не проверялись, надо сказать прямо. Но обратите внимание, что очень много исследований показывает, что коронарный кальциноз заметно повышает прогностическую способность вот этой претестовой вероятности. А ее делать просто, да? Обычное КТ и индекс Агатсона. Смотрите, там сколько? 100, 400 и смотрят, и все. Если вместе с коронарным кальцинозом, то да, это уже в России работает. Это уже понадежнее, конечно. Поэтому я очень советую, если там есть какие-то сомнения, дополнять претестовую вероятность именно коронарным кальцинозом. Благо, это несложно сделать. Мобильные устройства. Сейчас много распространенных мобильных устройств. Там, конечно, пока еще хаос царит. Если пациент продвинутый и может использовать их, дневники ведет, там контролирует холестерин, давление, сахар и так далее, то это хороший помощник в плане улучшения прогноза и повышения качества ведения. Врач тоже должен быть подготовлен, да, в мобильных устройствах. По крайней мере, советовать тоже нужно. Значит, по лечению. Ну, понятно, что сейчас тенденция политаблетки, да, одну таблетку дал, и, собственно, больше ничего не надо. Это вроде принимай, и пациент доволен, потому что приверженность высокая. А раз приверженность высокая, значит, целевые показатели у нас выполняются неплохо. Но я не сторонник, честно, я вам говорил свою позицию, я не сторонник политаблетки, потому что она, в общем-то, не дает мобильности и индивидуальной подстройки терапии. А жизнь же она не такая, что вот взял таблетку, и всю жизнь она вот будет у тебя работать. Болезнь же она меняется все время. То обостряется, то затихает, то присоединяются коморбидные какие-то проблемы, то давление растет, то давление падает, то там пришел муж с войны, стресс, у нас все по-другому стало. А я что должен, сразу четыре препарата увеличивать ему, что он же на политаблетке? Поэтому вот с точки зрения мобильности подстройки индивидуальной терапии политаблетка, на мой взгляд, имеет недостатки. Но для некоторых пациентов это вполне разумное решение, особенно у пожилых с когнитивными нарушениями. Дай бог им там одну таблетку вспомнить, раз утром принять и забыть. Но если вы хотите жестко контролировать, эффективно, индивидуально, то, конечно, политаблетка здесь не лучший вариант. И, конечно, индивидуальная подстройка, она особенно важна кому? Более молодым, потому что там дольше срок развития заболевания. И, конечно, именно им более эффективна индивидуальная настройка терапии, включая и выбор ревоскулиризации в том числе. Основная проблема визуализации. Все-таки коронарную болезнь связывают с визуализацией, с определением бляшек. Ведь уже давно всем понятно, что величина бляшки не является синонимом нестабильности и риска острых тромбозов. Все хорошо знают, да, что основная часть инфаркта вообще-то на малых бляшках, не на больших идет. Самые опасные бляшки – это малые бляшки. Большая бляшка, она же росла долго. В среднем она 1-2% в год растет. За это время уже коллатерали открылись, там адаптировался миокард к этой ситуации. А когда маленькая и резко закрылась, там, конечно, у нас риски очень высоки. А коронарография-то не дает нам информацию, это какая бляшка. Она с высоким риском нестабильности или с низким риском, они не знают. Таких критерий вообще не существует даже. Они могут сказать, вот процент у нас такой, примерно, и все. А нам-то же не это надо, нам прогноз нужен. Когда будет инфаркт, сколько будет инфарктов, умрет он или нет в ближайшее время. Потому что в зависимости от этого же строится наша терапия. Нам же надо предупредить коронарную катастрофу, а не расширить сосуд. Просто потому, что он сужен, и все. Вот здесь я как раз это подчеркнул. Цель наша-то вот она. Кардиологи с этим работают в основном. У кого выживаемость выше, если выражено снижение коронарного кровотока? Долгое время считалось, что величина бляшки его определяет. А в последние десятилетия продвинутые центры в основном определяют, насколько кровоток падает после бляшки. Он же может не сильно падать. 99-процентная бляшка может обеспечивать в ряде случаев достаточно кровоток. Но у нас методика эта дорогая, трудоемкая, но она редко проводится. Она не рутинная абсолютно. И в реальной жизни, конечно, очень редко видим реальную оценку снижения кровотока после стеноза. Хотя это именно важно в плане прогноза эффективности ревоскулиризации. Почему она неэффективна? Потому что там кровоток и так был неплохой. А бляшка была стабильная. Ну и что? Ну расширили. Ну поставили народное тело. И что? Прогноз улучшился. Да нет, конечно. Поэтому тут очень важен совместный подход. И тут даже больше роль частая именно кардиолога, который занимается отбором, сортировкой. Вот здесь тоже вот это исследование. Ну видите, как они определяли активность бляшки. Позитронная эмиссионная томография. Ну где они, позитронная эмиссионная томография? Да, но они используются в рутинной практике? Нет. А если их использовать, то они, видите, они видят, какая бляшка. Вот это активная бляшка, а здесь неактивная, допустим, бляшка. И очень важно, что в зоне активности стенд-то сдерживает острое событие коронарное. Понимаете? Если мы стентировали активную бляшку, да, нестабильную, это одно. А если мы обычную стабильную, с невысоким риском, допустим, обострения бляшку, то мы стенд поставили фактически-то зря. И вот эта сложность – мы стентируем просто бляшку. Мы не знаем, активная она или неактивная. Видите, в чём проблема. Во многих случаях не всегда в каких-то можно это сделать. Но мы о хронической же болезни говорим, не обострой. И, конечно, по какому пути идёт инвазивная кардиология? Вот они пытаются визуализировать эндоваскулярный музей, посмотреть структуру бляшки. И в зависимости от этого более эффективно стентировать, и, соответственно, прогноз будет улучшаться. Вот это проблема малых коронарных артерий. Где-то меньше 3 мм критерий часто используется. Вот с ними что делать? Таблетки там работают плохо, вы знаете. Более того, даже рекомендации приводятся препараты, но за ними же не стоит исследования. Тем более рандомизированных там нет. Фактически мы не знаем, как эффективно лечить болезнь малых коронарных артерий. Но там же тоже можно их стентировать. Или баллоном, или стенты ставить. Это, конечно, технически сложнее, но это делается. Вот здесь пробовали либо стенты ставить, либо баллоны с лекарством раздувать. Оказалось, что обе тактики примерно сопоставимы. Но пока, конечно, ревоскулиризация малых коронарных артерий, пока вот в реальной практике мы её не видим. Что безопаснее, нативную артерию или шунт стентировать? Сложнее шунты, у них более неблагоприятный прогноз. Недавно мы смотрели пациента. У него стоял аортокоронарный шунт, полностью закрытый, через несколько лет фактически. Что касается так называемой ишемической кардиомиопатии. Речь идёт о чём? Что коронарная болезнь вызвала дисфункцию левого желудочка. И у нас имеется сердечное недостаточно. Традиционно считается, что здесь приоритет нужно отдавать коронарному шунтированию. Но современные тенденции показывают, что частота шунтирования падает и преобладает стентированием. Технология стентирования, как более простая, безопасная, широко распространённая, она начинает переигрывать коронарное шунтирование, поскольку это довольно большая сложная операция. И по прогнозу, видите, тоже результаты очень-очень неплохие. Фракция выброса снижена, да, многососудистое поражение, а мы стентируем. То есть надо не всех, да, направлять обязательно на шунтирование. И очень важно не ограничивать информацию для пациента. Всегда надо пациенту давать информацию с вариантами. Потому что вы сказали, что только шунтирование и всё. И всё, и он пошёл, значит, туда. Ему говорят, да, константировать можно. Нет, мне доктор сказал, значит, вот мы идём именно таким путём. Поэтому тут нужно осторожно высказываться, что да, желательно ревоскулиризация крайне важна, ну, а метод уже там определяться на месте. Пока это очень мало у нас проводится, ну, в нашем регионе, я имею в виду, через кожное вмешательство для коррекции ишемической кардиомепы. Хотя мир, вот видите, куда идёт мир. А вот это интересно, видите, для того, чтобы направить пациента на шунтирование, да, нужно посмотреть коронарные артерии. И мы знаем, что от нас требуют инвазивной коронарной ангиографии. Но она дорогостоящая, она более рискованная. И, в общем, она требует госпитализации. Но, посмотрите, мир оценивает перед шунтированием по компьютерной томографии. То есть, современные методы визуализации позволяют получить сопоставимые результаты на основании только компьютерной томографической ангиографии. Нашли бляшку, посмотрели выраженность и шунтируем всё. Это синтакс, на котором идёт отбор. То есть, шкала, ну, обычная, анатомическая, и сейчас чаще используют другие модификации с клиническими факторами. Ну, в данном случае синтакс КО-2 там идёт, да, с несколькими клиническими ещё предикторами. Корреляция, смотрите, один в один фактически идёт. С обычной ангиографией, да, и с КТ-ангиографией. В рекомендациях пока этого нет. То есть, если вы посмотрите рекомендации последние, 21-го года, там пока инвазивная коронарная ангиография. Но совершенно очевидно, куда идёт современная кардиология. Она идёт в сторону неинвазивных всё-таки диагностей. И, конечно, в тех случаях, когда мы грамотно и обоснованно проводим ревоскулиризацию, то качество жизни улучшается, особенно если у нас выражена ишемия, которая ограничивает активность пациента. Пациенты прогноз-то не чувствуют, с какой вероятностью, когда умрёшь, там ещё неизвестно. Они чувствуют, как он заходил к себе на четвёртый этаж. До операции заходил плохо, после операции он заходит хорошо с сумкой. Всё. Это значит, всё удачно для него прошло. Раннее или попозже её делать, раннее риски повыше, но отдалённый прогноз лучше. Когда мы говорим о стентировании, помните, о чём мы говорили? Прогноз хронической коронарной болезни во многом определяется сердечной недостаточностью и кровотечениями. Кровотечение – это сейчас во многом двойная антиагрегантная терапия после стенки. Поэтому идёт тенденция к постоянному сокращению двойной антиагрегантной терапии. Мы уже неоднократно на встречах с вами говорили, что проведено огромное количество исследований, которые говорят, что более короткий период двойной антиагрегантной терапии – классический вариант, допустим, аспирин с тикогрелором – через месяц-три ты уходишь и оставляешь один тикогрелор до года. Ну а дальше уже как там получится. И эта терапия достаточно эффективна и более безопасна в плане кровотечения. Годы практик интервенционистов. Влияет ли как-то опыт наработки на эффективность эроскуляризации, на эффективность стентирования? Чем больше опыт, тем меньше смертность немножко. Более опытные специалисты аккуратно, менее рискованно проводят вмешательства. Ну потому что они уже встречались с проблемами. И потом у них взгляд на жизнь более мудрый, спокойный, без излишнего энтузиазма и решения всех проблем, которые свойственны молодым. Поэтому если выбирать, то, конечно, может быть, не молодого, горящего глазами энтузиаста, который хочет решить проблемы все, а более опытного, старшего товарища, который уже так аккуратненько, не торопясь, может быть, где-то меньше рискуя, будет делать вмешательство. Ну вот по коморбидности мы эту картинку уже смотрели. Если взять всю кардиологию, почему мы еще раз говорим о коронарной болезни? Потому что она остается основной причиной утрат жизни или из-за смерти, или из-за нетрудоспособности. Это очень важное основное заболевание для кардиологов. Есть, было и будет в обозримом будущем. Традиционные факторы риска, которые при коронарной болезни ведь тоже работают. И нужно не менее эффективно, а может быть, более эффективно работать с факторами риска, когда у пациента уже есть какая-то атеросклеротическая симптомная болезнь. И я бы хотел обратить внимание, что они разные бывают, факторы риска. И в том числе литература по полютантам, она огромная. И речь не только идет о том, что Братск или другие насыщенные предприятия. Речь идет о крупных городах, сагломерациях и так далее. И смотрите, полютанты, они являются негативным фактором для почти всех заболеваний. Я почему привел, потому что часто организаторы здравоохранения спрашивают, Нина Петровна, а что у вас такая высокая смертность? Плохо работаете же вы, наверное. А вы говорите, а вы в курсе, что у нас особый район, потому что у нас высокая концентрация полютантов. И поэтому неблагоприятный результат. И вот эти пять факторов, о которых все хорошо знают, они вносят заметный вклад. То есть еще раз, работа с факторами риска, она крайне важна. Потому что они существенно влияют на прогноз. Вот это тоже я недавно увидел. Питание же тоже важный фактор негативный. Причем 15% смертей, почти треть от сервисудистых заболеваний, они объясняют факторами питания. То есть, ну это мало цельнозерновых, в основном бобовых, там натрий и так далее. Важное значение. День лыжника, лыжня России, день бега, все там народ выходят. То есть есть группа людей, которые участвуют в разных массовых спортивных. Влияет это на прогноз или нет? Оказывается, влияет. Смотрите, на треть. То есть вот эти люди активные, физические, стремящиеся к разным массовым мероприятиям. Хлебом не корми, объяви там какой-нибудь забег. Вот они бегут. И живут они дольше, видите. Живут дольше. То есть это важный элемент. Мы помните, даже как-то обсуждали среди кардиологов собраться где-нибудь в юбилейном, провести забег на лыжах. У нас мозговой штурм же после конференции. Ну на этом у нас и закончилось. Ну конечно, конечно. Ты же не раз в год пробежал и все. Он же, конечно, готовится. Но я к чему, что это в общем полезная штука. Вот если даже брать Европу, райский сад. Живут лучшие люди. И они самые продвинутые здравоохранения. И они всех лучше лечатся. Ничего подобного. Они довольно неважно контролируют банальные вещи типа холестерина и так далее. То есть это проблема общая. И для райского сада, и для всего остального мира. Ну это вы уже, я слышал, обсуждали. Да мы уже тоже много лет обсуждаем. Что диабет лучше лечить либо ингибиторами нато-глюкозно-транспортера, либо агонистами рецепторов. И комбинация еще более эффективна. Сейчас ведь как вопрос стоит. А начинать ли с метформина? Что стандарт все равно остается метформина. И если высокий риск, там понятно, что скорее всего эти препараты выгоднее, чем метформина. Особенно если дисфункция почек или сердечная дисфункция какая-то и так далее. А если у пациентов с диабетом низкого риска, то есть у него нет еще осложнений микро- и макроваскулярных, выгоднее ли назначать ингибитор нато-глюкозно-транспортера-2 или метформина? Риск аналогичный оказался. То есть их в принципе можно назначать. А поскольку мы не знаем, с какой динамикой будут развиваться осложнения диабет, они же могут быстро развиваться, то, конечно, если есть такая возможность, проще начать, и я нередко сейчас стартую просто с этих препаратов. Диабет и все, и стартуем с них, не с метформина. Потому что у метформина все-таки позитивных, плеотропных эффектов поменьше. Мы же не можем остановить прогрессию хронической болезни почек метформина. Нет. Мы метформина не можем лечить пациентов сердечно-недостаточно. Не можем. Поэтому, конечно, понятно, что пока цена немножко сдерживает, но дженерики на подходе. Если вы, видали, откроете, там уже куча дженериков есть. Другое дело, что пока фирмы западные сопротивляются, ставят юридические препоны к появлению дженериков, но я думаю, что сейчас юридическая система должна все-таки помогать в справедливой борьбе всего прогрессивного мира для широкой реализации дженерических препаратов. Пациент плотный, мы ему говорим, надо двигаться как-то. А он спрашивает, а можно мне в тренажерку ходить? Я просто гирями люблю заниматься. Я не люблю беды, и мне это как-то некомфортно. Оказывается, нет. Все-таки динамические нагрузки. Динамические нагрузки более эффективны, чем резистивны. Лучше, конечно, резистивны, если он вообще никакими нагрузками не занимается и не хочет бегать. Но если выбирать между резистивными и этими, то, конечно, лучше. Статины, конечно, сейчас широко, и все мы даже много назначаем. А пациент пришел, а у него, допустим, гликемия 6,7 натощат. То есть он в зоне предиабет. Коронарной болезни еще нет. Надо назначить статины или нет? С одной стороны, вроде бы, мы должны назначить, потому что он в зоне риска по атеросклеротическим осложнениям. Но с другой стороны, мы понимаем, что статины могут ускорить переход с предиабета в диабет. Если брать в целом всю картину, то статины выгодны. То есть, когда мы говорим, что статины снижают риски, там уже учтено, что у части из них появится диабет, и этот диабет приведет к рискам. То есть польза заметно перевешивает тот риск, который добавят они за счет диабета. Потому что мы же, когда говорим об эффекте статинов, мы же говорим об общем риске, туда уже включены те люди, у которых разовьется диабет. Но когда мы говорим о вот индивидуальном пациенте, там надо считать, потому что конкретного пациента может быть невыгодно назначение. Разовьется диабет, у него и так с почками не очень, и там другие могут быть проблемы. Вот тут надо считать, что мы выиграем, что мы проиграем. Может быть, статины подключить и попозже. Но опять это индивидуальная терапия. Ну и здесь, конечно, гипертензия была, если будет основным и легкоуправляемым фактором риска, который все любят лечить. В общем, это несложно. Я вообще считаю, что гипертония – это, в общем-то, не совсем даже кардиологическая проблема. Это проблема терапевтов, врачей общей практики. В принципе, каких-то сложностей она не представляет. Конечно, приходят и ко мне на прием пациенты с подбором терапии. Там есть, конечно, и свои проблемы нерешенные. Так называемая лоббильная гипертония. Вот полечите лоббильный. Как вы это сделаете? Это очень непросто. Но это отдельная тема для разговора. Не совсем к теме, но просто так попалась на глаза, читая же. Часто видишь пациента, зачем-то ему назначили петлевой теоретик. Я понять не могу, вроде отеков нет, но назначили. В жизни так бывает нередко. Я раньше-то говорю, а зачем он? Давайте уберем его. Отеков нет, он погоды не делает особо. Гипертонии им лечить смысла большого нет. Провели исследование пациентам, которые назначили вот так вот петлевой диуретик, пролонгированный, без диагноза сердечной недостаточности. А прогноз оказался сопоставимым. У этих пациентов, их же не просто диуретик врач назначает, да у него какая-то мысль была, что-то ему не нравилось. И вот это не нравилось часто бывает предтечей, предиктором настоящей сердечной недостаточности. Поскольку назначен диуретик, то обострение-то и появление сердечной недостаточности будет меньше, что он уже идет на антидиуретике просто, на этой терапии. Поэтому я сейчас как-то спокойнее стал относиться. И иногда так смотрю, если есть какие-то риски в будущем сердечной недостаточности, я оставляю диуретик. Вот это исследование об этом говорит. И острые коронарные синдромы. Значит, ну что по динамике? Это США. Мы внимательно за этой страной следим, да, со всех точек зрения. Но там действительно развитая медицина, поэтому нам интересно, как у них там. Инфаркты миокарда стабильны, сердечная недостаточности растет, ну и ишемические инсульты тоже там растут. Там свои причины на это есть. По крайней мере, это говорит о том, что острый коронарный синдром – проблема еще далека-далека от решения. Одна из самых сложных проблем, мы много с ней обсуждали, да, что есть инфаркт миокарда второго типа. Их достаточно много. А есть повреждения миокарда. Это вроде как бы не инфаркт миокарда, потому что это повреждение не ишемического генеза. А вот как доказать, оно ишемического генеза или оно не ишемического генеза? Тут довольно сложно. Допустим, поступил в отделение пациент, тропонин повышен, сделали коронарную графию, там тромбоза нет. Значит, скорее всего, это какой-то либо инфаркт миокарда второго типа, либо повреждение миокарда. Пациент с кучей коморбидности. И вот они посмотрели диагнозы, которые при выписке. Там же либо ставишь диагноз инфаркт миокарда, либо ставишь просто повреждение миокарда. Вот влияет ли постановка диагноза инфаркта миокарда, потому что практики ведь склонны инфаркт ставить, когда они более уверены и когда они видят, что, скорее всего, это более тяжелое заболевание. И с худшим прогнозом еще, да? А если ты поставил повреждение миокарда, ну, а как лечат повреждения? Есть терапия повреждений? Да нет особо. И оказалось, что на прогноз это не влияет никак. О чем говорит этот? Что еще очень сложно различать эти состояния правильно, выделять правильные инфаркты, потому что инфаркт, если правильно выделен, значит, эффективность лечения должна быть выше. Пока вот эта зона инфаркта миокарда второго типа и повреждения, она пока не имеет эффективного практического решения, как в диагностике, так и в лечении. Но пытаться ставить эти диагнозы нужно, и пытаться разобраться все равно нужно. Потому что терапия разная. А тут выясняется, что диагноз ставим, терапия разная, а прогноз одинаковый. Это значит, плохо диагностируем и неважно лечим. Вот и все. Это последняя версия алгоритма. Ну, мы с вами много тоже говорили, и мы в своих рекомендациях тоже писали, что нужно вот этот высокочувственный оппонент брать, через час-два-три это повторять, в зависимости от этого ставить диагноз и так далее. Ну, не приживается вот этот алгоритм, которым весь мир вообще работает. Вот это уточненный уже алгоритм. Есть и европейские рекомендации. Ну, отечественные они дублируют там. О чем они говорят? Что просто патропонимов прям можно поставить инфаркт и вести. Исходно через час все. А ну вот последняя версия, смотрите, что говорит. И клиницисты вообще, и у меня был дискомфорт. Потому что есть же повреждения миокарда еще с одной стороны, да? И потом старая школа клиницистов, которая нас воспитывала, она ведь о чем говорила? То нужно ставить клинический диагноз, основываясь на анамнезах, на жалобах, на коморбидности, на всем. А не просто как вот современные тенденции. Тропоним такой, через час такой, инфаркт, все мы лечим. А что мы лечим? Это инфаркт с атеротромбозом или нет? В чем вопрос? И смотрите, вот в последних версиях все-таки считается, что надо добавить еще шкалы риска. А в шкалы риска, помимо тропонина, входят еще другие факторы. Возраст, другие факторы, которые повышают прогноз и так далее. Поэтому, если мы внедряем в очи тропонин, то надо подкрепить ее, ну вот шкалой ХАП, допустим. То есть она вот есть в кардиоэксперте, в других каких-то мобильных устройствах. То есть не ориентироваться только на тропонин в постановке диагноза. И тогда более грамотная будет дифференцировка, сортировка пациентов на всех этапах, включая и отделение неотложной помощи или приемное отделение и так далее. И вот тоже исследование, тоже недавнее исследование. Если ориентироваться только на алгоритм европейский, то точность диагноза не такая высокая. А вот если шкалу еще дополнительно привести, то тогда работать будет более точно, более правильно и более эффективно. То есть речь идет о чем? Мы обсуждаем сейчас внутренний протокол больницы по ведению острых коронарных синдромов. Если такой есть, конечно. По идее, он должен быть. Короткий протокол, утвержденный с учетом особенностей того или иного лечебного учреждения. Есть он? Ну вот это тоже проблема. Мы не тоже говорили раньше, что вообще-то говоря, норма тропонина, она у мужчин в полтора-два раза выше. Ну, за счет особенностей их организма. А ведь критерии-то вот этих алгоритмов ВЧ-тропонина, они одинаковые. И с возрастом тоже растет норма. А мы же одну границу используем. Вот по этим алгоритмам мы используем одну границу. То есть мы не учитываем же возраст, пол не учитываем, а норма-то разная. И всегда возникал вопрос, а если вы будете дифференцирован назначать, может, вы точнее бы диагнозы ставите, прогноз улучшится, не улучшится? То есть практика показала, что вот этот простой метод всем один порог, она работает в жизни. Ну, работает, так работает. В ряде исследований было показано в свое время, что внедрение высокой чувствительного тропонина на смертность вообще не влияло, госпитальная. И вот это вызывало разочарование. То есть как же так? Мы вроде диагностируем лучше, а прогноз тот же самый. Но по всей видимости на отдаленный прогноз это может повлиять. Причем, парадоксально, улучшение было больше у пациентов с нейшемическим повреждением. Ну, то есть это довольно сложная проблема. Ее пока очень трудно объяснить. Сказать, что мы прямо вот сейчас грамотно уже работаем с ним, пока нельзя. То есть здесь еще требуется много исследований, чтобы более правильно использовать его. И чтобы это повлияло еще лучше на прогноз. Ну, часто сейчас используют у нас прикроватные, да, или экспресс-тесты. Валидизировали эти шкалы по поводу этих тестов. В принципе, они работают. Ну и реперфузия. Это несколько исследований просто. Это то, что мы уже знали, но это тоже подтверждалось. Поздние инфаркты, они имеют худший прогноз. Поэтому нужно ревосфолизировать раньше. А стентировать ли, если там бляшка небольшая? То есть, ну, пробили, да, открыли. А вот стентировать или нет, вопрос не всегда. Да, убедительные исследователи могли на него ответить. Все-таки вот это исследование показывает, что есть смысл стентировать. Потому что эта бляшка, скорее всего, все равно будет нестабильной, да, в будущем. А стенд ее будет сдерживать лекарственно особенно. То есть нужно учитывать, что в зоне стенда все-таки активность бляшки будет меньше. То есть она будет реже сопровождаться какими-то острыми, обструктивными явлениями. Вот это тоже исследование. Это рандомизировано, райд. Подъем СТ, открыли, стенд поставили. Обычно двое суток антикоагулянты, да, ну, по стандарту чаще всего. А на прогноз это влияет, а не влияет. Можно не давать антикоагулянты. Ну, обычно либо аноксопорин 40 мг, либо реже гораздо инфузия идет, простого гепарина. Ну, это было и раньше известно, да, что антикоагулянты на острый период инфаркта миокарда особо не действуют. Действуют антиагреганты. Без подъема СТ, конечно, сложнее здесь, но, тем не менее, это более эффективное лечение. Особенно у пациентов повышенного риска. Если пораньше, ну, до суток, да, то результаты лучше. А если очень рано, то не так уж прямо. Ну, то есть нет такой яркой зависимости, да, что чем раньше прямо первые часы, да, и мы спасем жизни. Вот без подъема СТ такого нет. Ну, и вот это, о чем мы с вами говорили. Если мы лучше визуализируем бляшку и лучше узнаем ее структуру, да, и, соответственно, прогноз, то улучшится частота сердечных событий за счет, видимо, более эффективного лечения, за счет более дифференцированного лечения. Здесь мы уже говорили с вами, да, что мы сокращаем, сокращаем двойную антиагрегантную терапию. Очень важна, конечно, приверженность к лечению. Ну, а мы уже говорили об этой проблеме, да, она совместное принятие решений с врачом. К сожалению, в подавляющем большинстве случаев, ну, по крайней мере, я по своей консультативной практике сужу, врачи не беседуют с пациентом. Вернее, те, кто приходит на консультацию, это те пациенты, с которыми не беседуют. А вот те, с которыми беседуют, они, видимо, все-таки уже на консультацию не приходят, потому что они понимали, что надо делать, у них было достаточно эффективное лечение. Ну, беседовать еще по-разному же можно, ну, смотрите, знание цели холестерина низкой плотности после коронарного синдрома. Только каждый седьмой знал о том, что уровень холестерина низкой плотности должен быть меньше 1,4, допустим. Понятно, что кто-то забыл, но чаще-то всего ведь не беседовали с ним. Ну, конечно, не беседовали. Давление получше, но все равно не так уж, да. А нагруз тоже не блестящий. В основном на диету упирали врачи в беседах. То есть здесь, конечно, мы не дорабатываем. Ну, бета-блокаторы мы уже говорили, да, что, в принципе, не всем они уж прямо эффективны, а только в определенных группах риска. Ну, коморбидность здесь коротко. А на высшую у пациентов с инфарктом миокарда без обструкции эти пациенты более сложны для ведения, и прогноз у них часто хуже, потому что мы хорошо знаем, как бороться с атеротромбозом, с бляшкой, а вот как с другими формами инфаркта миокарда второго типа, пока мы не очень хорошо представляем собой. Очень сложно бывает диагноз поставить, у пациента сердечный недостаточно. Почему? Собственно говоря, как и у пациентов с дисфункцией почек. Потому что тропонил высотит. Поэтому этот алгоритм объективно, исходно не работает. То есть мы работаем только по динамике. Но если мы работаем по динамике, то, в принципе, динамика работает. То есть взяли исходно, через час-два-три повторили. Если по критериям мы укладываемся, то можно использовать его при сердечной недостатке. При хоблда мы уже не боимся. Раньше даже вообще считалось, и были исследования, что бета-блокаторы даже улучшают эффективность ингаляционной терапии. Ну, не совсем это так, конечно. В целом бета-блокаторы можно применять, но аккуратненько, потому что у ряда пациентов обструкция может всё-таки усиливаться. Поэтому нужно подсматривать за ними. У большинства можно спокойно назначать, но у некоторых будет усиление обструкции. То, что эти препараты эффективны после инфаркта миокарда и могут положительно повлиять на сердечную недостаточность, тоже хорошо известная вещь. Но не у всех. Прямо вот если всем подряд, то там не так выгодно. То есть всё равно нужно дифференцировать. У кого есть признаки сердечной недостаточности, высокий риск ремодерирования неблагоприятного, там да. Успеть подключить, потому что бывает же так, он выписался, а через год приходит уже сердечный недостаток. То есть выписался без неё, с нормальной функцией, а время-то прошло уже. Поэтому за ними надо подсматривать. Если первые признаки появились, что одышка наросла, утомляемость наросла, что-то эхокардиография неблагоприятно развивается, то сразу же подключаем всю терапию, которую необходимо для лечения этих. Ну, здесь не так выгоден вот этот комбинированный препарат оказался по сравнению с обочными ингибиторами. Вот это тоже один из примеров инфаркта миокарда второго типа. Одновременно была эмболия в коронарной артерии и ишемический инсульт. Ну, то есть если пациент с фибрилляцией предсердий, имейте в виду, что там может быть просто кардиоэмболический инфаркт миокарда. А если кардиоэмболический, то какая терапия там должна быть? Совсем другая. Там нужны антикоагулянты. А у нас ведь это не всегда так происходит, да? Поэтому надо все-таки пытаться дифференцировать, потому что у пациента с фибрилляцией ведь тоже может быть атеротромбоз. Поэтому тут надо немножко думать и пытаться дифференцировать. У части из них может быть кардиоэмболический механизм. А тогда все по-другому. Тогда вы диагноз ставите фибрилляция предсердий, запитая инфаркт миокарда второго типа, и ни о каких статинах, там, да, антиагрегантах речь вообще не идет. То есть мы недодиагностируем эту группу. Район Мункус-Ардык, это вот за Мондами, там граница, там дальше за горой Копсугу у них. Здесь обзорный пик. Я кое-как забрался, не заберусь, но забрался. Но у меня была мечта сфотографировать. Это самая высокая вершина здесь, вот Мункус-Ардык. Это называется эскадрилья. Красивые у нас места. Ну вот, коллеги, коротко информация вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!